По традиции начинаем свой ролик с такси. Вот она, кстати, подъехала и подъедем сегодня с вами на монумент посмотрим большой. 12 лари на Яндексе. Пойдемте смотреть, что за монумент такой Зураб Цуретели делал. Слева мощные дядьки занимаются на фоне зданий. Здесь культурно-архитектурный комплекс, летопись Грузии, автор Зураб Цуретели, посвящается 3000-летию грузинской государственности и 2000-летию начала распространения христианства. Мы сегодня пойдем на выставку Цуретели? Ну, если успеем, то сегодня пойдем и на выставку, а нам туда. Местные называют это грузинский Стоунхедж, но вроде как не закончен еще. Отходим к этому памятнику. Добро пожаловать, друзья! Это же мемориал Зураба Цуретели. На входе встречает гид, который предлагает свои услуги. Напоминает картинки из фильма «Пятый элемент». Такие столбы огромных размеров. Люди маленькие, столбы большие. Конечно, очень большое строение. Очень гигантские колонны. Хотя так не говорят. Просто гигантские колонны. И все они разные. Нету никакого повторения. Видно, какие-то строительные работы проходят. Почитаю вам о этом мемориальном комплексе. Значит, называется он «Хроники Грузии» в некоторых источниках или истории Грузии. Расположен он около Тбилийского моря. Он там находится. Был он создан Зурабом Цуретели в 1985 году, но так и не был полностью закончен. Основная его часть состоит из 16 колонн высотой от 30 до 35 метров. И на верхней части колонны изображены цари и герои Грузии. А на нижней части изображены сюжеты из жизни Христа. Это одна из главных достопримечательностей Грузии. Однако из-за своего расположения не привлекает большого количества туристов. Действительно, мы ехали на такси достаточно долгое время. И я пока не знаю, как мы назад будем добираться. Впечатляет, конечно, своей масштабностью. И напоминает известный английский памятник Stonehenge. Здесь вот тоже в центре находится такая мемориальная табличка. Ну, как так сказать, табличка. Табличище огромных размеров написано по-грузински. Там вот еще циркушка есть какая-то. Так, это интересно, это металл полый. Ну-ка, да, там внутри пустота. Ну, видно, бетонные колонны залитые. И, скорее всего, закрепленные на них вот эти металлические штуки. Но очень странное расположение, потому что вот две колонны в центре. Вокруг даже не две, а вот четыре колонны в центре. Вокруг них еще, получается, по три соединенные сверху. Снаружи комплекс обрамлен такой лесенкой. Там видно какие-то лавки. Некоторые действуют, некоторые закрыты. Машины каким-то образом сюда могут попадать. Ну и, соответственно, вот часовенька есть. Сейчас поближе подойду. Она закрыта. Ну, по крайней мере, парадный вход. А сбоку посмотри, может быть, есть. Сбоку тоже нету. Ну, давай так посмотрим глазками, что тут. Тоже какие-то сюжеты. Ну и вот какой вид открывается. На часть Тбилиси. Ребенок обратил внимание на обилие построек советской архитектуры. Все типовые домики. Как на подбор. Коробочки, коробочки, коробочки. А здесь вот озеро их. Там мы вокруг эту часовню обошли. Справа комплекс. Здесь, собственно говоря, дорога въезд. Посмотрим, закрыт ли боковой вход. И да, он закрыт. Какая кованая ручка. Огромных размеров. Судя по картам, этот район называется Сгвиз. Не знаю, что это. Дальше там, вот, если смотреть прямо и чуть правее, Мухиани. А смотрю я прямо на станцию метро, театр Ахметели. А левее находится станция Сараджишвили. Ну, где-то это там все. Конечно, из-за того, что Тбилиси расположен на холмах, очень много таких панорамных площадок обзорных. И виды, конечно, своей фантастичностью поражают. Но это дорога, которая уходит от комплекса. Народ прибывает. Все фотографируются. Внутри вот классно продувает. Ветерок такой. Да нет, вообще масштаб. Масштаб, да. Величественно выглядит. А вот какой вид открывается на Тбилисское море. Так оно называется. И он впереди пляж есть. Можно к нему спуститься при желании. Получается, старый город Тбилиси находится вот там, за тем холмом. Внизу там же течет река Кура. А над городом получается вот такое вот Тбилисское море. Вокруг комплекса можно еще пройти по такой вот... Не знаю даже, как это назвать. В общем, дорожка вокруг комплекса. Честно говоря, я не знаю, чего они тут не закончили. Вот этот кусочек маленький. Но по сравнению со всем большим комплексом, это процента два, наверное. Если речь о незаконченности именно тут, то это странно. Потому что как будто все закончено. Такие манускрипты лежат перед комплексом. Конечно, сделан по принципу, наверное, в виде мозаики. Каждый отдельный кусочек, скорее всего, вливался отдельно. И потом уже составлялась как из фрагментов помо. Мне, правда, не знаю, это металл или это бетон. Похоже на металл. Но вот эти верхние фрагменты, видно тоже из кусочков, но они замазаны. Все-таки мне кажется, что это не металл. Хотя я же стучал по фрагменту, и звук был полый. Значит, все-таки это какие-то чеканка из металла. Получается так. Обошлись с другой стороны. Сейчас тенек зайду, будет лучше видно. Такой вот комплекс. Походить, погулять. Но, на мой взгляд, оно того стоит. И виды, и вот сам памятник. Очень интересно. Как будто не хватает блока сверху между вот этими двумя колоннами. Заказали такси, и поедем к следующей достопримечательности. Ну вот, приехали знаменитые дома, сквозь которые идет мост. Китайцы были не первые, кто такой дом сделал, сквозь который идет мост. Почитал я информацию. Зайти на этот мостик можно или с улицы Бедия, она вот там вверху идет. Либо только из первого дома лифт работает, который на мост едет. Обратите внимание на архитектуру дома. Это 70-е годы СССР. Балконы на первом доме деревянные. С полукруглыми такими рельефными вот этими, то есть фасадом. На втором доме они уже остекленные частично. Ну и на третьем тут уже кто как хочет. Вот тут вдоль дома есть лесенка. По ней мы и пойдем. В статье написано, что лифты здесь в Тбилиси платные. И лифт, который ведет на мост, он в два раза дороже, чем обычные лифты. Честно говоря, не знаю где искать лифт. Дом это вот этот первый. Непонятно нам что и как. Но скорее всего где-то здесь. Да, вот 20 теттери стоит он. Единственное что, один пассажир подняться 20 теттери, спуститься тоже 20 теттери. Не бросать другие монеты. Вот вышла бабуля, говорит, что может разменять. Но с 5 лари у нее размена нет. Поэтому где-то, говорит, здесь в 15 метрах есть магазинчик. Сейчас что-нибудь мы водички возьмем. Водичка на беглаве. Теперь у нас есть мелочь. И мы можем подняться на мостик. Буквально до 10 метров магазин. Это один лари. Разменяем сейчас. Тут бабуля сидит с котиками и выдает монетки, чтобы в лифт загрузить. Все, заходим. Нажимай кнопку. О, какой. Так, получается, загружаем сюда. Раз, два и три. На 14 нажимаем. И едем в плавном лифте. Тут что-то, письмена какие-то. Ничего не бросайте. Спуститься, подняться. Только груз 20. То есть можно поставить, видимо, сюда груз. И кто-то там встретит, приедет. Но такой лифт более-менее новенький. Hello. Другие кнопки никакие не работают. 14 этаж. Совершили открытие века. Площадка с другими лифтами. Ну, а тут, видимо, лестничный пролет. Интересное место, конечно. Ничего не скажешь. Высотища неимоверная. У меня, как у человека, который высоты боится, тут же начала кружиться голова. С одной стороны есть клетка. А вот с этой стороны нету. Видите, как сквозь дома прямо получается. На этом, на самом верху, на 14 этаже. А во второй дом на уровне 12 этажа. И здесь нету выхода из лифта. Здесь есть какие-то двери, но они явно... Просто двери, да. То есть как будто просто в квартиру идет. Какая-то лавка есть. Лавка-курилка. С высоты птичьего полета вид. При Google Street View написано. Давайте мы это и сделаем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Дырку сюда. Раз. Внизу кто-то машину моет. Вот такой вот. Видите, какие холмы. И резкий перепад, видимо, для тех людей, кто живет повыше, чтобы не ходить по горам. Мы сделали этот мост и лифт. Но люди явно пользуются этим лифтом. Это в третьем доме. Вон киоски сдаются. Запах такой. Слышно, что кто-то что-то варит. Еда, да. Уже время обеда. О, площадка. Закрыта тут для местных жителей, судя по всему. И это, собственно говоря, выход на улицу с мостика этого из дома. Чуть отойдем. Покажу, как выглядит. Вот дом. Вот мост. И виды на отстраивающиеся новые здания. Конечно, перепад очень большой. Поэтому люди катаются на лифтах. Потому что самостоятельно идти вот так вот через всю эту гору, ну, такое себе развлечение будет. Даже если вы подъехали к третьему дому, все равно подъем будет достаточно высоким. Обещал показать мост. Показал. Вообще тут много таких вот 70-го года строений. Вот впереди тоже интересные пролеты, выходящие внутрь дома. Такой вот интересный дом с мостами. Обязательно доедьте сюда. Ну, а мы будем вызывать такси и поедем обедать. Знаете, я смотрю, тут с мостами тема популярная. Достаточно. Там машины катаются. А это вход в дом. Хоть и невысокий, но все равно с мостом. Интересно, у них нет горячей воды. Потому что я вижу выходы газовых печек. Либо отопления нет. В этом доме. Зимы здесь такие не сильно холодные, судя по всему. Так, пока ждем такси. Прогуляюсь. Такой вот адрес. И посмотрим, что из себя представляет. Не знаю, подъезд, не подъезд. Вот, можно вниз спуститься. И строительный хлам всякий. Но тоже виды интересные. Как раз на этот дом. Мы идем к музею Зураба Царители. Мы проходим мимо театра оперы и балета. Очень интересное здание. Перед входом актерские звезды, видимо. А рядом здания работают фонтанчики. А так выглядит вход в музей. Вот музей. У двоих взрослых. 45 лари. Фигура Микеланджело из бронзы. Рядом, так показать, это Леонардо да Винчи. Здесь вот некоторые знаковые даты из жизни Зураба Царители Константиновича. На выставке такие фигуры. Это выше человеческого роста. Метра три. Вот что картины с маслом написаны. Целая постановка. Вот интересная работа. Такой техникой выполнена. Такое много в этом стиле у него. Работа. Такие яркие все. Подсолнух там шикарный. Целый пир горой. Автограф. Автор. Зураба Царители. На некоторых просто писал. Вот так. Зе-це. Это какие-то более поздние работы. Восемьдесятые годы. Какой-то пограничник. Георгий. Как им называется. Вот и Восе. Шестьдесят пятого года. Интересная. Фигура. Пages from the album. Ink on the paper. Чернило на бумаге. О, книга, в которой оставили мы свой след. Нашли. Hello from Kazakhstan. 30-08-24. Кто-то недавно был. Портреты. Как необычно. Контур синий. Да, да. Гия Кончелли. Восемьдесят восьмой год. Какие-то большие. Зураб Джуниор. Картина называется. Такие мечи. Расписные. А вот, наверное, это проекты его монументов из мечей. Вот такой вот. Интересно, удалось ему его воздвигнуть или нет. Видимо, задумки были такие. Сделать такой монумент. Вот. История Грузии. Картина называется. Доброе утро. С керамика, судя по всему. Здорово. А это фотоархив его. Азура Бацеретели. Много фотографий. О, какие памятники. Достаточно большие. Вот. Ребенок. Вот фигура. Очень интересная конструкция здания. Потому что там вот внутренний двор. Еще я вижу фигуру. Еще зал один. Сейчас попробуем туда попасть. Интересный зал. Здесь звук. Так, ну это у нас не Зураб Церетели. Но вещи интересные. Так это тут арт-объекты. Обрати внимание. Стой, стой на пол, смотри. Это художник, видимо, перформанс сделал какой-то. Это все-таки современного искусства. Выставка. Поэтому тут объекты такие. Своеобразные весьма есть. Придом. Кино идет. Я издалека думал, что это две книги. Оказывается, это два силуэта. Друг к другу. Приближающиеся. А это что такое? Интересно переливается, конечно, здесь. Вот это арт-объект называется Content Unavailable. А это что? Человек как книга. И таких много. Очень много, очень много. И в конце большой. Называется Spectral Rotation of Y to T. Что здесь? О, это очень интересно. Крест. А если подойти ближе, появляется человек. А если еще ближе, то 00111001 цифра. Собирается в силуэт человека, наверное. Но в итоге вот, что здесь получилось. Freedom. Сделано из чурупов. You shall have no other gods before me. Пойдем во внутренний дворик. Ох ты. Тут такой памятник стоит. Макеты видимо его. Каких-то скульптур. Много кукушин. Здоровский. Можно еще выйти. Здесь тоже интересный объект. Стоит. Похож на воздушный шар. Или что это? Лягуха. По лестнице с фонтаном. Руки. Высота метра где-то 3 в рук. А это похоже на воздушный шар. Паузу поставьте и почитайте. Это яблоко любви называется, а не воздушный шар. Можно зайти внутрь. Ох. Это круто. Это прям круто. Ох. Ох-х. Какая акустика замечательная. У меня вот такое имеется. Надеюсь меня YouTube не забанит. Потому что тут всякое имеется. Снаружи вообще непонятно, что это. А внутри. Ох-х. Это церетели. Это керамика. Опять же, видимо, это какие-то зарисовки его макетов. А это Святого Георгия модель 2005 года, который, собственно, на площади Свободы. Очень интересная галерея. Если будете в Тбилиси, прям рекомендую. Есть что посмотреть. Талантливый человек. Дочь говорила, походите по подземным переходам. Ну, это своеобразная штука. Конечно. Все в граффити. Все есть темы разных мотивов. Ну, вор. Здесь антикварная лавка. Со второй стороны тоже все изрисовано. Вот, куда они меня ведут. Такое заведение. Действительно, рисуют портреты. Ондекап. Цены. Cold coffee, hot coffee. 9 лари. American 9 лари. American with ice cream. 13 лари. Думаю, что здесь очередь. Процесс создания шедевров. Ну, стандартно, чтобы вас нарисовали, нужно купить кофеек. Кофеек, кстати, хороший тут. Ну, и сам процесс минут, может быть, 5-10 занимает. Результат, как говорится, налицо. Покажи. Это не крутенько. Ага. Вот такое вот получилось вот арт-развлечение. На подходах к торговому центру куча народу. О, знакомая всем казахстанцам штука. Тут ее тоже любят, я смотрю. Какие-то уличные музыканты. Дядька с барабаном уже готовенький. Интересное место. Бармаглот называется. Флоресцентной краской разрисованы стены. И подсветочка такая специфическая. Ну, в общем, это какой-то бар на улице. Галактиони. Есть вот такой дом, который вот-вот развалится. Смотрите, трещина пошла прямо через весь дом. И при этом здесь работают всякие бутики, кафешки и так далее. И никого не напрягает, что тряханет его. И мне кажется, он рухнет. На улице Галактиони куча кафешек. И у них куча народу. Отсюда делаю вывод, что здесь популярные места. Бар Рудбой. С открытыми окнами народ прям тут сидит. А вон девушка музыку делает на компе. From Japan Showroom. Ну, а мы ищем музей солдатиков. И он где-то здесь должен быть. Главное его найти. Я его, кажется, впереди уже вижу, по крайней мере. Потому что вот солдатик на входе. Галерея Йота Рояль, которая должна быть открыта. С 19 до часу. Но 19.00 уже есть. Почему-то закрыта. Хотел вам показать галерею солдатиков. Если что, имейте в виду, что открыта она с 19.00. Хотя сейчас вот 19.10. И никого там не было. Было закрыто. Какое небо на закате. Точки небольшие сегодня. Во, нашли какую цирклушку. Такую мы еще не видели. Я даже зайду туда. Раз двери открыты. И посмотрю, что внутри. О, это католический собор. Кафедральный. Написано, машину не ставят. И вход куда-то в подземелье нужно пригибаться. Чтобы увидеть подвал какой-то. Интересно, куда это идет. Раз, раз, раз. Вот как. И мы попадаем во внутренний дворик. Не знаю, зачем оно так открыто. Очередная парадная. Кто-то здесь живет. Оп, свет загорелся. Леса для устойчивости. Дома сделаны. Ну и просто внутренний дворик. Чем-то. Не знаю, что это. Подъезд или парадная. Называйте сами. Очень разваленный дом. По улице Гия-Абисадзе. Страшно. Но люди тут тоже живут. Мне кажется, да. Потому что свет горит. Люди ходят. Домики такие кривенькие все. Пришли, кучу туристов нашли. И гид куда-то туда ведет. Всех вожистяк. Просто стена на подпорках стоит. Очень страшно. А вдруг оно развалится. А тут кафешка. Люди живут. В каких домиках. В каких двориках. Вот, смотрите. Лестница какая. Лестница какая. Лестница какая.